В старину Пантона удерживали на плаву 200-литровые стальные бочки. Эта примитивная технология получила развитие. Современные суда оснащены специально спроектированными плавучими камерами, изготовленными из алюминиевого слава. Производство плавучих слава начинается с листов алюминия. На этом накатном станке они превращаются в трубы, чтобы изогнуть металл, центральный валик оказывает на него давление, равное весу 26 слонов. Рабочий устанавливает цилиндр на конвейер, обеспечивающий равномерность сварки. Специальное устройство регулирует скорость движения сварочной горелки, которая ровно соединяет края цилиндра, создавая прочный водонепроницаемый шов. Тем временем на этом накатном станке из алюминиевых листов изготавливают конические цилиндры, которые называются носовыми обтекателями. Оператор распределяет давление таким образом, чтобы придать алюминию нужную форму. Чтобы сделать камеры ударопрочными, применяют специальный сплав алюминия. Следующий этап. Носовой обтекатель делает водонепроницаемым. Сначала сварщик скрепляет носовой обтекатель, чтобы подготовить его к сварке. Затем он начинает сваривать швы. Уникальная форма этой детали требует ручной сварки. При дуговой сварке вольфрамовым электродом температура достигает 5000 градусов. Носовые обтекатели, являющиеся передними отсеками плавучек камер, будут находиться в носовой части судна. Ребристая поверхность хвостовой части камеры обеспечивает дополнительную защиту от проникновения воды. Гидравлический пресс плотно состыковывает отсеки камеры. Затем их сваривают в плавучей камеры, число отсеков которых зависит от длины понтона. К этим выступам крепится палуба понтона. Поскольку отсеки изолированы, даже при получении нескольких пробоин судно сохранит плавучесть. Рабочий накачивает каждый отсек сжатый воздух, чтобы проверить герметичность. Он поливает швы мыльным раствором, который будет пузыриться в случае утечки воздуха. Рабочий устанавливает поперечные балки, которые легко выдержат вес всего, что будет находиться выше. Рабочий привинчивает поперечные балки к выступам нержавеющими гайками с помощью пневматического динамометрического ключа. Палубу судна строят из листов фанеры, обработанной давлением. Листы прочно крепятся к выступам с помощью заклепок. Рабочий раскраивает и приклеивает специальное ковровое покрытие. Его пластиковые волокна не сгниют под действием воды. Теперь пора украсить понтон невыгорающими на солнце наклейками. Валики гофрируют боковые алюминиевые панели, делая их более прочными. Гофрированные панели не так сильно деформируются, как плоские. Рабочий прикрепляет панели к перилам. С помощью этого устройства перилы сгибают в нужных местах. Оно гнет мягкий металл, постепенно увеличивая давление. Рабочий приносит собранные детали и устанавливает их на палубе. С помощью различных винтов и шурупов они прикрепляют все к палубе, включая мебель. Капитан понтонного судна будет управлять МСИЛе за этим пультом управления. Ручки включения сирены и освещения музыки также расположены на пульте управления. Дополнительные штрихи придают этому судну домашний уют. Провода и кабели соединяют капитанский пульт управления с этим 50-ти сильным двигателем. Это, конечно, не быстроходный двигатель, но его мощности достаточно, чтобы совершить неторопливую прогулку по озеру. Привет, морячок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова